всем привет если вдруг впервые на моем канале меня зовут саша я учусь на третьем курсе лингвистического вуза в москве чай немецкий и английский языки как-то так проходит мое утро я просыпаюсь ем собираю сумку вуз долго выбираю что надеть в итоге надеваю вообще другое как с этим красным свитером чтобы какой-то был намек на новый год они только на экзамен и так как вы могли понять сегодня будет стадий влог очень давно его хотела записать но не совсем понимала как сделать так чтобы было интересно тем кто не очень хочет смотреть учебу и чтобы было интересно тем кто подписан чтобы смотреть только на учебу вроде как я нашла баланс надеюсь у меня получилось передать это видео и сегодня у меня по плану впервые посещение библиотеки гараж парке горького никогда там не было до этого и даже не знаю пустят ли у меня но вроде когда и оказывается она работает с 11 поэтому я поехала в итоге чуть позже и конечно это не очень хорошо потому что я думала она будет открытой 10 я смогу подольше поучиться так как у меня пару уже в час достаточно долго придется идти еще до вуза я думаю что даже если я поучусь там полтора часа это будет лучше чем ничего так как дорога у меня занимает два два с половиной часа до вуза многие спрашивают обычно как я провожу время в транспорте вот обычно я доделываю домашнее задание или учу слова в квизлите но также я могу просто почитать или послушать музыку все в целом зависит от конкретного периода времени и от нагрузки вузе я не туда пришла и не знала что здесь так много таких образовательных комплексов сейчас буду идти навигатору и 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 закадровый голос снова возвращается, я в своем телеграме просила задавать вас вопросы на тему учебы, и мне захотелось бы вот на этот самый частый ответить. Как я учу слова? Тут, кстати, можете видеть глоссарий на 350 слов по теме здоровья, которые каждому из нас надо сдать в конце юнита. Итак, так скажем, моя схема работы со словами. Во-первых, я обычно выписываю всю лексику в Quizlet. Мне очень важно, чтобы все было в одном месте. Во-вторых, все наши пары по-английскому построены так, что без выученного губляра ты не сможешь нормально сделать упражнение. Поэтому 80% слов ты заучиваешь уже благодаря парам, к тому же заучиваешь в активную, а не в пассивную память. И последнее, но не по значимости, это регулярное повторение. Это реально очень-очень важно. Я поставлю контроль по фанатике. И я не знаю, честно говоря, как я люблю себя, потому что я не учусь, чтобы повторить. Но, как бы, не пишу. Продолжение следует... всем еще раз привет я уже дома уже давно уже почти 10 часов и я просто сделал очень долгий перерыв для того чтобы отдохнуть у меня просто ужасно болела спина я даже лежала на специальном коврике из иголок потому что это как-то расслабляет вроде как спину вообще хотела рассказать про сегодняшний день потому что у меня как-то не получалось сегодня ничего комментировать в библиотеке нельзя было разговаривать потом мне было вообще не до этого я опаздывала потом я пыталась быстро поесть перед другой парень и тоже опаздывала и потом перед лекцией уже просто ничего не хотелось после контрольной после контрольной перед лекцией вот и говоря о библиотеке она мне очень понравилась она прям продумана на мелочей там есть абсолютно все начиная от вай фай и естественно заканчивая пледами мне это очень удивило просто что там можно взять книжку есть на диванчик и укутаться в плед мне кажется это идеально я как-нибудь хочу чисто прийти почитать хотя я не уверена что там есть прям классическая какая-то литература или современные актеры вообще я даже не все обошла там был еще зал мне просто было не совсем до этого это минус большой что я пришла приехала на такой небольшой период времени я почему-то как я уже говорила думала что библиотека открывать в 10 а на самом деле она работает с 11 и до 10 вечера кстати говоря целом я получилась где-то наверное часа полтора и что я успел за это время я выписала нужную лексику по немецкому выписала лексику по английскому выучила но получила ее может не до конца еще выучила надо повторить может быть что-то еще по мелочи и все все больше ничего и из-за этого такое чувство что вроде что-то сделала но ничего такого существенного требующего прям максимальной концентрации я переписывать слова могу в принципе и в электричке или в метро но возможно у меня не было прям таких огромных дел у меня просто вот на завтра задачи это подготовиться контрольной работе как ты будешь готовиться как бы неизвестно но как минимум слова точно надо повторить поэтому я села за них короче да библиотека мне понравилось хочу туда вернуться но посидеть там подольше может быть часа три хотя бы еще там есть кафе я туда тоже хочу зайти как-нибудь и кстати мне интересно там есть пространство просто диваны я не очень поняла что это это часть библиотеки или нет находится на первом этаже там еще елочка стояла сегодня на паре я минимально снимала на чтение как я уже сказала опоздала там разбирали книгу на фонетике у нас была контрольная и у нас будет еще на следующей неделе устный зачет вот к нему надо готовиться точно намного лучше чем к письменному и последняя пара было семинар ничего особенного про него рассказывать нечего а еще у меня лежит шоколадка обожаю горький до 75 процентов какао очень вкусный и меня очень сильно бодрит все сажусь за учебу у нас перерыв на такие и я делала английский пока я тут делала английский я вспомнила о чем хотела рассказать поделиться таким для меня очень приятным и важным а недавно моя преподавательница по английскому вузе сказала что когда я не пропускаю пары и выполняю все даже видно как у меня загораются глаза при занятии английским и это уже второй преподаватель который говорит слово в слово и для меня это просто я даже не знаю какие эмоции вызывает шок и радость потому что потому что я привыкла что у меня какие-то постоянные трудности с английским у нас такие отношения немного токсичные с ним то есть вроде как мне нравится но постоянно не все хорошо постоянно ждешь какой-то подвох и то что у меня горят глаза хотя я этого сама не замечаю меня очень конечно радует и вообще когда преподаватель говорит критику это одно когда вам говорит преподаватель что-то приятно что-то вот прям замечает за вами это совсем другое потому что ну не от каждого преподавателя чем можно это услышать потому что не все замечают вообще что-то не все так внимательно относятся к успеваемости студентов и вообще к их прогрессу в изучении языка поэтому мне было очень приятно услышать и еще больше мотивации конечно продолжать хорошо учиться мне кажется это еще связано с тем что мне правда стало интересно на парах и отчасти это связано с собственным намерением выполнять все как говорит преподаватель также это связано с темой у нас сейчас тема здоровья по лексике и я просто балдею с нее потому что не знаю почему мне очень интересно одна из самых интересных тем которые мы вообще проходили очень этим хотела поделиться а сейчас у меня будет созвон с парнем я попросила его погонять меня по словам по глоссарию который я уже показывала сегодня по моему он на 350 слов у нас кстати нет учебника то что у нас у меня всегда спрашивают какой у вас учебник у нас его еще нет он вот в таком формате варианте он еще не опубликован я не знаю почему так но он очень классный там современная лексика и поскольку наша преподавательница очень много общего имеет с америкой она дает нам очень много дополнительных локаций дополнительных слов и мы очень много делаем упражнение вне учебника смотрим видео статьи разбираем так что это все суммируется и получается очень-очень много полезной лексике и 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 ну что друзья настоящая сраasil влог получил сейчас ночи я я еще не сплю я наделала немецкий сколько могла точнее подготовилась как могла к немецкому и сейчас пойдут спать но перед итим я бы хотела ответить по парочку вопросов надеюсь что мне очень нормально не слышно, занимаюсь ли я дополнительными языками. Помимо учебы в университете, как часто, я занимаюсь всего лишь раз в неделю. У меня курс B2. Это занятие либо индивидуальное, либо парное, либо в группе, потому что максимальное количество человек в ней было четверо. Некоторые не приходят, поэтому получаются парные занятия. И по такому же принципу получаются индивидуальные занятия. Мне нравится, потому что мне как будто бы не хватало практики английского вне вуза. Сейчас прям очень хорошо. Что сложнее, английский или немецкий? Немецкий, причем, ну для меня в раз сто. Может быть сотни я загнула, но на самом деле очень-очень тяжело. И я не так часто, мне кажется, жалуюсь на вуз. Но я, честно, не понимаю абсолютно, кто составлял нам программу. У нас сейчас очень много английского. То есть я не жалуюсь на английский. Спасибо за него. Это единственное, отдушина, которое сейчас есть на самом деле. В вузе английский мне абсолютно весь нравится. По-немецкому мы имеем только две пары, где можно более-менее поговорить, и две пары грамматики, которые в один день стоят. И проблема в том, что у нас очень много теоретических аспектов. То есть у нас есть теория грамматика, теория лексика. Они как бы все на немецком, и ты типа развиваешь аудирование, понимание. Если ты вступаешь с докладом, то, возможно, и учишься говорить на немецком, на широкую аудиторию. Но не все так круто работает. Мне очень не хватает немецкого. К сожалению, это прям очень большая проблема, как мне кажется, на третьем курсе. И об этом не только я говорю, а что просто не хватает практики. И у нас вот одна пара лексики в неделю. Хотя по английскому три. У нас факультет немецкого языка. Это очень странно. Поэтому я бы очень хотела вернуться к репетитору по немецкому. Сейчас я временно приостановила наше занятие. Но даже один раз в неделю достаточно мало, чтобы прям втянуться хорошо в немецкий. То есть я бы хотела хотя бы два раза активных уроков в неделю. Еще проблема, как мне кажется, в том, что у нас по чтению немецкого очень сложная книга. Она художественная. И ее, чтобы вы понимали, нигде нет в интернете. Я искала, чтобы читать, например, на русском. Ну, когда прям вообще сложно. Там поднимаются очень сложные темы. Например, мы обсуждали масонов или какие-то экологические проблемы, проблемы статусности людей. Это очень сложно обсуждать. В принципе, это сложно обсуждать. Но на иностранном языке тем более. Вопрос любимый, нелюбимый предмет и аспект. Мой нелюбимый, наверное, это грамматика, теоретическая, практическая, неважно. Мне не нравится, как преподают грамматику. Мне нравилось только на первом курсе. А любимый это лексика, причем, как немецкого, так и английского, но английского намного больше. в целом, это все вопросы, которые я хотела затронуть. Спасибо большое за просмотр. Не могу нормально опять сказать что-то в конце, потому что у меня садится камера и в целом уже очень поздно. Надеюсь, вам понравилось это видео и буду ждать ваших комментариев и пальцев вверх. Спасибо за просмотр. Всем удачный видео.